короче говоря это вай фай радио . это радио . с вай фай как сзади написано приемник трехпрограммный минск 201 ну теперь у него программ стало чуть больше можно выбирать разные станции он некоторое время занимает чтобы прогрузка но в целом работает нормально самое смешное что я сохранил у него функционал обычной радио . то есть на режиме 1p он работает как обычная радио . от радиотрансляционной сети а в режиме когда не нажата ни одна кнопка он работает как bluetooth как колонка с внешним входом собственно сзади видно вход я сделал там где был выход изначально так что теперь это аудио вход у него а это я добавил сюда разъем это сюда подключается кабель для радио . то есть я подумал в принципе не сильно нужен но я оставил все равно функционала и сделал разъем под него ну здесь понятно кабель питания ручки чувствительности уже не нужны там пусто антенка чтоб плавила лучше и индикатор работы давайте что ли разберем посмотрим хотя там конечно внутри страшно антенка 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 Продолжение следует. Продолжение следует. У него звук дает свой призвук, не как микросхемный. Здесь, как видите, как я уже говорил, лишние элементы были выпаяны со схемы, оставлен только блок усилителя внизу. А здесь, собственно, сидит сама ESP. Как видите, здесь находится сама ESP. Немного дополнительных элементов и... I2S платка. Преобразователь. Ну, преобразователь питания для него на 3 вольта. И, собственно, вот и все. Как я уже говорил, здесь вход под... Вход для радиоточки. Как видите, родной трансформатор на месте. То есть, кое-какие элементы схемы на месте. А вот здесь прикол, кстати. Схемка. Правда, как видите, я всю верхнюю часть выпилил, потому что выпаял. Остался только вот этот небольшой усилок. Ну, собственно, вот такая вот небольшая радиоточка. На самом деле, по ходу работы над этим что-то мне показалось, что крупноват аппарат. Поэтому я, наверное, повторю ту же самую конструкцию, но в корпусе чуть поменьше. Но здесь она будет уже на энкодере. А это для конкретных людей предназначается. Кому будет, я думаю, удобнее нажимать на кнопки. Сейчас... Конечно, да, проводов тут много, но это моя, как можно сказать, первая попытка. Потом сама вот эта макетка достаточно хаотично спаяна получилась. Но... Работает. Так что проведем небольшие нагрузки на тестирование. Я думаю, можно будет дать тому человеку, кто будет слушать радио, которое по FM уже не ловится в нашем регионе. Поехали. 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 ... Но звук, конечно, да, это удивительно приятный. Но, возможно, сдаётся то, что там, как бы размер динамика. И опять-таки я уже говорил, что схема усилителя звучит специфично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok